Добрый день, дорогие мои друзья! Как и обещала в прошлый раз, мы сегодня с вами поговорим про прибавки более подробно, более детально и более основательно. Значит, кто пользуется моими книжками, хочу сразу сказать, что в книге сразу же, в каждой книге, ее история начинается с построения базовой конструкции. А построение базовой конструкции, как вы знаете, невозможно без темы прибавок. Поэтому и снятие, конечно, мерочек. Сразу после рассказа о снимаемых мерочках у вас идет рассказ о прибавочках, но такой целый в общем. И, конечно, всегда присутствует табличка прибавочек. Так вот, если вы на нее посмотрите, во-первых, я вас всегда отсылаю к этой табличке. Сейчас ее вам демонстрировать здесь у меня не предоставляется возможным. Мы поговорим, просто знайте, что она всегда там есть, и вы в любой момент можете любую книжку мою открыть и посмотреть в эту табличку прибавок. Потому что ваша история, ваша базовая конструкция, а все начинается именно с нее, она состоит в том, что вы должны взять свою мерку, выбрать нужную прибавку, прибавить и получить какое-то расстояние, которое вы отложите на этой выкройке. Только тогда ваша выкройка будет точной и такой, какой вам нужно. Поэтому научиться в прибавочках разбираться очень-очень важно. Итак, все прибавки зависят, но там дается интервал. От скольки до скольки нужно выбрать. Сейчас я постараюсь вам про это подробнее, про все рассказать. Значит, все прибавочки, они обычно зависят в первую очередь от того силуэта, который вы хотите выполнить. Например, вы хотите шить прямое свободное платьице. Платье-рубашка сегодня как никогда актуально, да? Это домашняя одежда, ассортимент, это спортивная одежда, всякие там трикотажики, футера и прочее-прочее, что мы шьем ветровочки какие-то, может быть, свитшоты, футболки там в конце концов и так далее. Вот, это прямой силуэт. Здесь, конечно, будут достаточно свободные большие прибавочки. Полуприталенный силуэт – это вся наша офисная одежда. То есть, это и какие-то платья-футля в платье для офиса, когда мы видим и грудь, и талию, и бедра, и жакеты, костюмы, блузки какие-то самые разнообразные, да? Мы видим и грудь, и талию, и бедра. Они у нас уже не прячутся в каком-то мешочке. Они у нас выразительные, они довольно-таки читаются. Но расстояние от тела до одежды, а это и есть прибавочки, достаточно свободное, большое. То есть, там не подчеркивается очень остро и очень резко именно грудь, именно талия, именно наши бедра. И, наконец, силуэт приталенная одежда. Нарядная одежда для выступлений, для концертов, для каких-то праздничная какая-то, может быть, одежда. Она уже очень приталенная, это платьишки, как вторая кожа. Платья, которые подчеркивают все наши достоинства. Но в то же время, если есть какие-то недостатки, то их тоже обнажают. Поэтому с приталенным силуэтом надо обращаться очень аккуратно, очень осторожно. Если что-то на фигурке уже вот здесь вот появилось, гусеницы так называемые, то я предлагаю такие варианты делать из более жестких, формоустойчивых тканей, чтобы типа жаккарда какого-то, того же неопрена, может быть, сегодняшнего, да, каких-то самых разных его форм, да, которые не будут так сильно вот это все обнять. Но ни в коем случае не тонкий-тонкий трикотаж, потому что здесь прибавки зачастую работают нулевые. Итак, давайте разбираться с прямым силуэтом. Начнем по порядку. Первое, прямой силуэт. Прямой силуэт, свободный силуэт, это, ну, да, еще нужно сказать, что все прибавочки, они у нас распределяются по участкам. Прибавка идет, прибавочка, П большое, мы ее вот так вот пишем, по груди. Потом прибавочка будет у нас по талии. Прибавочка будет у нас по бедрам, и прибавочка будет у нас ПОП к обхвату плеча. Значит, грудь, талия, бедра и обхват плеча. Это те опорные участки, опорные линии, которые мы обычно используем для создания нашей базовой конструкции. Вы знаете, что ширина сеточки, она обычно у нас начинается с прибавочки, вернее, начинается с мерки бедер, и к ней прибавляется прибавочка по бедрам. Потому что еще разочек не лишним будет здесь написать, что мы берем с вами какую-то мерочку, Затем прибавляем к ней обязательно выбранную нашу прибавочку, и мы получаем тот результат, который нам нужен. Это наша так называемая базовая выкройка. Базовая конструкция. Базовая конструкция по груди, на участке груди, базовая конструкция на участке талии, и базовая конструкция на участке бедер, и, конечно, базовая конструкция на ширине рукава под проймой. Вот это будет наш результат. Итак, наши прибавки. Прибавки – это расстояние от тела до одежды. И силуэт у нас, допустим, сегодня, давайте, первый силуэт мы разберем, силуэт у нас прямой. Итак, силуэт прямой. Здесь надо сказать, что еще многое зависит и от наших размеров. Допустим, если вы худенькая, совсем худенькая, да, то прибавочки могут быть и достаточно большими. Если вы средненького размера, то тоже. Если прибавочка по груди, прибавочка по груди в прямом силуэте, это я пишу вам 5-6 сантиметров, то, собственно говоря, для малых и средних размеров это работает хорошо. Если у вас прибавочка по груди, если у вас размер 60-й в районе этого и больше, то прибавочку, ну, как правило, можно делать и немножко поменьше, и немножко побольше. То есть, если возрастает размер, прибавки преувеличенные можно делать и поменьше, для того, чтобы размер этот не увеличивался. Хотя все зависит еще и немножечко от ткани тоже, потому что не немножечко, а напрямую. Если у вас ткани мягкие, тянущиеся, тяжелые какие-то, такие на трикотаж похожие, то прибавочки можно делать поменьше. То есть, вот отталкиваясь от этих границ, их можно в ту или иную сторону менять. Можно делать меньше, можно делать больше. Ну, давайте поговорим пока про прямой силуэт и по всем остальным прибавочкам. Так как талиевых выточек нет, то прибавочка по бедрам у вас может меняться от 2 сантиметров и более 2, и может доходить до 5 и до 6 сантиметров. Прибавочка к рукаву, обхват плеча. Это может быть, вот я вам пишу 6 и более сантиметров. Более. Это почему более? Потому что это зависит от модели. Вот такие прибавочки вы будете себе брать, если вы будете шить прямой свободный силуэт. Многие спрашивают, какие взять прибавки на пальто. Видите, тоже однозначного вопроса нет. Но давайте я вот здесь все-таки напишу пальто. Давайте напишем вот здесь пальто. И возьмем прибавочку по груди. Это пусть у нас будет платье. Платье или свитшоты какие-то, или какие-то курточки у нас, допустим. А в пальто сколько мы возьмем? В пальто по груди я бы взяла 6 сантиметров. Для прямого силуэта талия не контролируется. Пальто по бедрам я бы взяла тоже 6 сантиметров. И прибавочка к рукаву, к обхвату плеча, я бы в пальто взяла сантиметров 7. Можно 8. Но все зависит от того, какой силуэт будет у пальто. Вот сейчас перед вами силуэт примерно вот такой. Но если вы хотите силуэт... Сейчас я его изображу. Если вы хотите силуэт оверсайз, а они сейчас, сами понимаете, какие бывают. Вот такие вот большие, мешковатые, с какими-то вот такими вот огромными рукавами, которые могут быть реглан. Чаще всего вот такие вот рукавчики делаются, вот такие какие-то, да? И силуэты оверсайз, они могут еще и заужаться, как-то вот так вот немножко к низу. То есть что-то вот такое вот может у вас быть, да? Здесь застежка. Так, так, так. Допустим, как-то так, да? То вот в таком силуэте прибавочка по груди может доходить, давайте напишем, от 6 до 12 сантиметров. Прибавочка по бедрам может быть. Вот если тут очень много в груди, надо где-то на каком-то месте делать поменьше. Тогда, допустим, прибавочку по бедрам я бы взяла, начиная там от 4 до 6, 7 и 8 сантиметров может она доходить. И прибавочка к рукаву, вот если посмотреть на эту историю, то это не меньше 10 сантиметров, до 30 сантиметров иногда доходит только прибавка по рукаву на такие вот ветровки, на такие вот какие-то огромные такие изделия с цельнокрайонным, может быть, рукавчиком с имитацией цельнокрайонного рукава. Но и в таких огромных же формах в то же время мы стараемся уплощать свое изделие в огромных прибавках перестают быть нужны нагрудные быточки. Помните об этом. И если вы будете работать вот в этом варианте, вы уже делайте, пожалуйста, себе базовую конструкцию, рассматривайте без нагрудной выточки. Как это делать, я тоже вам уже рассказывала. Можете обращаться в плейлист, и где-то снято там у нас, неважно, несколько мастер-классов совсем, будет время летом, я обязательно эти мастер-классы повторю, пересниму и сделаю их в более качественном таком варианте, чтобы вам было понятнее. Но в то же время в книгах это написано, во многих моих книгах это написано. То есть, вот такие вот прибавочки. И чтобы вы, конечно, нельзя, невозможно эти прибавки сразу выбрать очень точными и угадать их. Потому что чаще всего даже примерка наша, которую мы проводим, именно она помогает нам понять, правильно мы эти прибавки выбрали или нет. То есть, у нас всегда должна быть какая-то страховка. И именно свойства ткани часто предугадать очень-очень трудно. Я не устаю об этом говорить. То есть, нам кажется, что ткань тянется, например, хлопок стрейч, а по факту она оказывается на теле очень сухой, жесткой и некомфортной. Если там сделать маленькие прибавочки, и ткань будет в заломах вся, и изделие будет все в заломах, и вам будет плоховато и некомфортно. Поэтому очень многое нужно рассматривать, уже отвечать на многие вопросы уже во время примерки. И поэтому в крое, пожалуйста, страхуйтесь. Если маленькие объемы делаете, то добавляйте эту нашу, то добавляйте по боковым швам припуски, чтобы была страховка. Теперь силуэт давайте разберем сначала приталенный. Вот такой вот возьмем третий вариант. Разберем приталенный силуэт, как вторая кожа. Это прибавочка второй силуэт, третий силуэт приталенный. Где он у нас используется? Ну, не буду повторяться, уже говорила, сами понимаете, где он у нас используется. Замочек во всю спину, или, как говорится, нулевые прибавки. Чаще всего я беру здесь нулевые прибавки. Прибавочка по груди, прибавочка по талии здесь нужна, прибавочка по бедрам здесь нужна, и прибавочка к обхвату плеча нам нужна. Итак, значит, здесь возможны разные варианты. Очень сильно на этот силуэт, на выбор прибавок в этом силуэте, зависит наша ткань. Значит, если ткань у нас трикотаж, тогда прибавку по груди мы делаем от нуля до трех сантиметров. Почему от нуля до трех? Потому что трикотаж тоже может быть разный. Он может быть у нас очень легко тянущимся, а может почти не тянуться. И прибавочка по груди в изделиях с рукавами, она обязательно нужна, хотя бы небольшая в сухом трикотаже, не тянущемся, потому что не будет движения, так же, как в обычной ткани, у нас может оказаться отсутствие движения и комфортно, что совершенно нам недопустимо. Поэтому я, чем плотнее этот трикотаж, тем больше я могу взять один сантиметр, два сантиметра, и три сантиметра могу взять прибавочку по груди. Потом прибавочка по талии, как правило, у меня ноль. Ну и если уж совсем сухие-сухие какие-то трикотажи, хлопок, допустим, какой-то трикотажный, то один сантиметр. Прибавочка по бедрам, так же, как по талии, от нуля до одного сантиметра. Кстати, нужно сказать, ответить на вопрос, почему я прибавку по бедрам беру ноль. Некоторые с возмущением пишут мне, откуда ноль, как же ноль-то, и почему ноль? Потому ноль, что когда мы снимаем мерки с человека, обычно нижняя часть у нас всегда в этот момент что-то на себе содержит. Либо это юбка, либо чаще брюки, или джинсы. Вы носите сейчас все джинсы, да? Поэтому я снимаю с вас мерочки, грубо говоря, бедра на джинсы. Вы понимаете, что если снимаю я мерку без перетяжки, то есть сколько вижу и дно и без излишеств, сколько вижу, столько и пишу. Поэтому я могу себе позволить взять прибавочку ноль. Вы снимете свои джинсы, попробуйте зажать их и померить, сколько сантиметров на них уходит. И окажется, что ваши бедра, допустим, не 50, как я намерила, а всего лишь 48 с половинкой там, или даже 49, или 48 может быть, а все остальное-то ушло на джинсы. Понятно, почему я часто использую прибавку по бедрам ноль? Потому что она у меня ничего не портит. Потому что я мерю мерочки, как правило, на одежду. Эту мерочку я, как правило, мерю на одежду. Если грудь еще вы ко мне приходите там в топиках, в каких-то маечках трикотажных, или даже вообще можете снять, я могу померить, то бедра с бедрами вот такая вот история. И прибавочка к обхвату плеча такая же, как по груди, от нуля до трех, и тоже по тем же самым причинам, которые мы с вами уже говорили выше. То есть сухой трикотаж, не сухой трикотаж. Вот такая история про изделие из трикотажа. Приталенный и плюс трикотаж. Еще у нас может быть силуэт приталенный, но без рукавов. Какие я возьму прибавки? Прибавочка по груди, если у нас изделие без рукавов. Какое может быть у нас изделие без рукавов? Оно может быть как топик летний на бретеричках. Тогда я возьму прибавочку 0, да? Или маечка у нас летняя из трикотажа. И может быть в то же время, какая-то у меня жилетка, которую я ношу на подкладке, которую я ношу зимой. Там может быть и 3 сантиметра прибавка по груди. Потом прибавочка по талии. Она тоже у меня будет зависеть от того, нательная это у меня вещь или это у меня изделие на подкладочке. Тоже от нуля до трех. Потом прибавочку по бедрам. Я возьму, если это приталенный силуэт, тоже от нуля до двух, допустим, да? Больше не буду брать. Ну и прибавки по рукаву у меня нет. И последняя прибавочка в приталенном силуэте это у нас платье из обычной ткани. Ткань и плюс рукава. Обязательно. Время выходит, тороплюсь. Прибавка по груди. Это не менее 3 сантиметров. 3, может быть 4 сантиметра. Прибавка по талии. Берите 1 сантиметр. Прибавку по бедрам. Берите 1 сантиметр. И прибавку к обхвату плеча. Берите 3-4 сантиметра. Это платьица с замочком во всю спинку из сухих жестких тканей и обязательно с трикотажа. Время вышло, продолжение следует. До следующих встреч продолжим разговор про прибавки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова